Истории, они же с нами вообще супердавно, ещё до всяких разработок. Люди любят слушать истории. Вообще в нас вшито это. Потому что это, с одной стороны, копия зеркалирования мира, а можно это зеркалирование делать неверно, просто туда напихать ненужных слов и решить, что это история. Но нет, история работает только, когда мы выхватываем важные компоненты. И вот я, кажется, разобрался, какие компоненты именно. Привет! Я Юра Агеев, и это 325-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Шапира. Мы поговорим о том, откуда взялись пользовательские истории и почему они часто пишутся плохо. Обсудим 4 уровня детализации истории, которые увеличивают шансы того, что записанная история окажется действительно полезной. И еще немного подушним на тему архивации смыслов, понимания и покасательно затронем систему мыследеятельностную методологию. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Андрей, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я проектировщик. Это самое главное, что нужно знать про меня. Проектирую я цифровые сервисы, занимаюсь этим 18 лет. Пришел в это через проектирование, наверное, интерфейсов. Вернее так, я выбрал это своей главной специализацией. И последние 4 года, наверное, я активно занимаюсь вытаскиванием из себя того, как же я проектирую. То есть я стал немножко методологом, что ли, или разработчиком методов. Я пишу статьи и книгу недавно написал про то, как проектировать цифровые инструменты. Слушай, мне кажется, в словом проектирование есть что-то похожее на слово с дизайном. Да. Просто в английском, да, дизайн, это же вот как раз, по-моему, и в том числе и проектировать, и системы создавать. А вот у меня лично в голове, когда говорят слово дизайн, это вот про картинки, про визуал, про стиль, там, вот это всё вот со словом проектировать. А как вообще отношать? Это суперкрутой вопрос. Спасибо тебе за него. Я специально отстроился от слова дизайн, потому что, ну, я был как раз в тусовке людей, которые постоянно разговаривают про дизайн. И там, кстати, вот есть один чувак, по-моему, он UX, по-моему, этот директор в интеркоме. Он написал такую статью, которая называется примерно так. Хватит глазеть в пупок. Смысл этой статьи был в том, что, а он для UX'еров её написал. Говорит, вот UX'еры думали, что вот мы самые главные, мы сейчас вот, если мы не спроектируем круто, продукта крутого не будет. И все вокруг нас крутятся. То есть такая, знаешь, солипсичная модель или там эгоцентричная, типа вот я главный здесь, а все остальные, ну да, они мне помогают сделать крутую штуку. И он показывал, что на самом деле нифига, надо выходить из этой позиции. И почему я про неё вспомнил? Потому что все дизайнеры говорят про дизайн. И там эти все разговоры, они либо уходят в сторону про какие-то красивые картинки, которых там на дрибле полно. Дизайнеры, они как-то выделились. Они перестали смотреть на ту часть английского дизайн, которая связана с проектированием. То есть я бы это назвал, чтобы система работала, да, работоспособность, например, такой аспект. То есть можно красиво всё нарисовать. А вот, например, приведу один из сервисов, очень известный, доставки. Не буду их называть, чтобы просто это. Ребята стараются, я знаю. Они сделали в своих всех пунктах, знаешь, такую возможность заказать, чтобы ко мне приехал курьер. Вот я хочу, чтобы ко мне приехал курьер. Я это заказываю. Красиво всё сделано в приложениях. Я захожу, нажимаю всё, время выбираю даже, знаешь, карту привязываю, всё работает. А потом один раз сорвалось, отменили. Я не понимаю, почему это произошло. Короче, не работает эта штука. А знаешь, почему? Потому что у них просто нет людей. То есть пришли айтишники, такие вместе с дизайнерами, по красоте всё сделали. А в итоге человекомашинная система недосчитывается людей, которые должны пойти и принести ко мне. То есть так себе спроектировали. Собственно, реализовать доставку. Да. Смотри, согласись, то, что я видел в интерфейсе этого приложения, вот этой службы, это всё красиво выглядело. Внушает доверие. Внушало доверие, что сейчас это сработает. Я обнадёжился. Я даже несколько раз попробовал, потому что настолько это всё выглядело, знаешь, работающим. Но это не работало. Поэтому продолжаю отвечать на твой вопрос проектирование и дизайн. Да. Меня критиковали за то, что я пишу это слово, что можно уже перестать разделять, знаешь, там художественное проектирование, в Советском Союзе было такое понятие. И там, ну, что-то ближе к техническому или инженерному. Меня там журили, что надо от этого новояза уходить. Вот есть слово «дизайн», в нём есть всё. Я согласен, с одной стороны. А с другой стороны, мне не очень нравится это слово, потому что оно тянет за собой очень много коннотаций, ничего не понятно. Мы говорим про картинки, мы говорим про проектирование нашей какой-то части интерфейсов пользовательских, или мы вообще говорим про внутренности какие-то, которые проектируют уже разработчики часто. Ну, или системные аналитики, в зависимости от того, как у вас там устроено. Поэтому проектирование. Слушай, а вот в твоём примере ты подошёл с точки зрения проектирования к решению этой задачи. Ну, то есть, что иначе можно было бы сделать, например? Ты имеешь в виду вот это с доставкой. Смотри, если бы мы это делали, то мы, может быть, не в самом начале, но в какой-то момент, когда нарисовали каркас вот этой, я её называю, человекомашинной системы, задались бы вопросом, а чем мы обеспечим вот этих людей? Ну, то есть, наличие этих людей. Потому что система по всей стране работает в огромном количестве городов и супер мелких населённых пунктов, полы до деревень. И откуда там вообще возьмутся вот эти люди? Никто об этом просто не задался вопросом. А почему? Ну, наверное, как-то так устроены подходы к, не знаю, разработке. Видишь, проектирование — такое ещё слово. Мне очень нравится. Про это, знаешь, как думать? Есть общее понятие «прожектирование». Имеется в виду, что как прожектором мы светим в некоторое будущее. И, по сути, что продукт, да, или продуктовый подход, если его сравнивать с проектным подходом, они все смотрят в какое-то будущее, но по-разному, просто с разными акцентами, и пытаются предусмотреть что-то. Соответственно, проектирование — это, по сути, тоже наше предусматривание всякого. Вот эти ребята не очень предусматривать умеют смотреть вперёд. Надо, наверное, либо систему мышления менять, да. Я бы вот если пришёл, мне спросили, а что нам поменять? Вот аудит, сделать процессов разработки, например, ну и проектирование. Я бы посмотрел, как ребята делают, указал бы на пробелы, где у них теряется знание, на что они не смотрят. Ну, кстати, вот то, что я делаю, статьями, своими книгами, надеюсь, это вклад в то, чтобы каждый мог взять и посмотреть, а как мыслит вот один из проектировщиков, почему бы мне не попробовать это в своей практике применить. Я честно делюсь. Давай как раз через это перейдём к истории про истории. Да. Именно юзер-стори-мэппинг и вообще как часть тех инструментов, о которых ты в том числе рассказываешь. Давай. Наверное, надо сказать, что мы чуть-чуть буквально за кулисами зацепились за это, и поэтому мы сейчас переходим в эту, да, историю, что история про истории нам интересно. С чего хочешь начать? В целом, наверное, обозначим, что мы имеем в виду под историями, ну и главный вопрос, почему люди эти истории в продуктовой разработке пишут плохо. Да. Давай вообще начнём с самого начала, как они появились и почему это хорошо, кстати. Я вообще апологет историй. Я не знаю, я уже там в 2016 выступал, рассказывал, как их там плохо писать и хорошо. И истории, блин, это даже какая-то магическая штука. Она, я хоть её и уже изучил там всю, знаешь, там с лупой излазил, но когда ты формулируешь вот этот текст, состоящий из описания, он же как часть русского языка, там есть подлежащее, там есть сказуемое. Вот когда вдруг там появляются важные вещи, она начинает себя настолько сильно фокусировать на то, что в реальности происходит, что это похоже на магию какую-то. Я не знаю, как это работает, но я это ощущаю так. И вот я обещал начать с того, откуда они появились. Мы же всё это вместе с agile движением приобрели, да. То есть раньше были огромные талмуды, надо было делать проектную документацию, которая там ближе была к ТЗ, и всякие там были рупы, которые говорили, вот, пожалуйста, каскадное проектирование. Waterfall тогда рулил как подход. Соответственно, agile пришёл и говорит, ребят, давайте писать коротко. И вот самый главный прикол, в чём я, например, не совсем сейчас соглашаюсь с отцами-основателями, я так назвал, например, Майкла Кона и Джеффа Паттона, который как раз один истории предложил и написал книгу подробную про это, а другой, собственно, истории собрал в то, что мы называем юзер-стори-маппингом, чтобы не запутаться, структурировал это там как три вложенные друг к другу матрёшки. Вот эти ребята всегда говорили так, да не упарывайтесь, ребята, запишите просто вот что идёт. Пришло у вас в голову, или даже дудл захотелось нарисовать, нарисуйте на стикере, нормально. Я сейчас только начал понимать, почему они так говорили. Я вот долгое время не мог понять, как так, зачем это послабление, почему сразу-то не записать как надо, чтобы оно описывало ёмко, но самую суть, самую мякотку. А дело в том, что эти ребята работали, вот все agile-команды, и вот эти ребята, они вышли из agile, они работали в таком сплочении, что ты, если помнишь, там есть экстремальное программирование основ, когда люди вообще садятся друг с другом, специально реорганизуют свои места для того, чтобы вообще не было никаких абсолютно потерь, чтобы можно было повернуть голову и тут же начать дискуссию. Эти люди около стикеров стоя могли по-быстрому что-то там обсудить, и им действительно хватало вот этих, знаешь, историй, стартеров, разговоров. Потому что Майкл Конн, он пишет так, из чего состоит история? С трёх вещей. Это короткая формулировка, которая стартует. Это topic starter, по сути. Дальше самое важное, что упускают, это коммуникация вокруг этой истории, то есть должно стартовать общение. И третье — это там тесты, критерии приёмки, которые, если ты их написал, то они как будто бы уже говорят про реализацию. Немножко, типа, как мы будем потом тестировать результат. Вот эти три составляющих — это вот Майкл Конн так вводит историю. И смотри, какая штука произошла. Эти ребята, во-первых, они когда были? Надо посчитать, сколько лет назад это всё стартовало. Я думаю, что количество софта было другим в тот момент. И сейчас мы живём в такой момент, когда все низковисящие фрукты, в смысле вот прям продуктов, наверное, уже собраны в большинстве областей. Что я имею в виду? Что когда те ребята делали какой-нибудь небольшой инструментик, мобильные приложения или ещё что-то для типичной задачи, которая типична для кучи людей. Вот если я как разработчик, и я как, допустим, совсем не занимающийся кто-то разработкой, мы все там хотим бегать, например, и там нужен какой-то трекер для бега. Или там мы хотим быстро что-то приготовлять, находить рецепты и так далее. Какие-то вещи, которые суперобщие. Вот эти ребята могли собраться в своей комнате, начать общаться про эти истории. И эти истории, скорее всего, будут общими для других людей. Им даже, знаешь, не надо выходить на улицу, то, что мы называем в поле, запускать какие-то суперисследования. Потому что эти проблемы были ещё совсем не решены. Они совсем были не решены. Да, вообще не было никаких решений для этого. Сделай хоть как-нибудь. Да, да. А более того, эти ребята, когда записывали истории, вторая часть, вот это сейчас мы про ситуации, по сути, поговорили, типа, ну, все были в общей ситуации, средств никаких не было для решений. Ну, то есть инструментария не существовала. А второй пласт — это то, что эти ребята, они же как бы компьютерные гении, да, или, ну, как сказать, это ребята из IT шарят в том, какие есть формы в IT. И поэтому они просто, знаешь, а мы вот это так сделаем, а это вот так. Они уже знали, как это будет реализовано. Я бы так утрированно сказал, их ситуация была простой. И поэтому им хватало писать вот такие топик-стартеры, обсуждать это внутри, и это было всё хорошо. Теперь давай перенесёмся, там, не знаю, в текущий, там, не знаю, интерпрайз, который пытается к себе продуктовый подход занести или же там вообще в гасуху какую-нибудь, или же, допустим, даже вот в какой-то продукт, который работает со сложной целевой аудиторией. Ты уже не поговоришь просто внутри команды. Ну, ты можешь, конечно, но в итоге ты сделаешь что-то, что, скорее всего, рынок или мир отрыгнёт, если ты не сходил, не проверил это и так далее. Но это мы всё знаем. Второе. Если ты делаешь для какой-то сложной деятельности, да, даже не бизнес, знаешь, вот ты думаешь, что ты делаешь мобильное приложение или там веб-сервис, и ты делаешь его просто для простых людей B2C. И ты начинаешь это моделировать, и ты не знаешь, как они в своей жизненной ситуации проживают по-разному. У тебя есть своя, в которой ты постоянно был. Может быть, ещё друг Вася в твоей команде ещё одну принёс, и это всё. А всё остальное мы не знаем. Получается, здесь надо синхронизацию делать не внутри комнаты, да, а в большом вот этом вот пространстве. А как мы это делаем? Ну, мы запускаем исследования, либо сами их проводим, либо их кому-то делегируем, а потом результаты найденных смыслов мы как-то себе их приносим, записываем и дальше работаем. И вот это чаще всего хранится, например, в историях. Может храниться там в форме там CGM-ов или там карт-процесс-опыта, но потом, когда мы записывать будем истории на разработку, там должны быть некоторые подробности, я бы так сказал. Да и в целом получается, что контекст увеличился за счёт объёма информации и того, что там происходит, и вызовов, которые стоят перед людьми. Поэтому оно в любом случае уже получается. Мне кажется, да, но тут надо, наверное, ещё немножко мою действительность ввести в контекст. Меня могут, например, не понять или не согласиться, если люди могут продолжать сейчас быть тоже в ситуации, когда им всё понятно. Они какой-то такой продукт делают, который не требует сильного обмозговывания. Я имею в виду, сейчас мы там дальше обсудим, что за составляющие истории есть. И им как будто бы так вот буравить это всё не нужно. А у нас ситуация, ну у нас, я имею в виду, я в заказной разработке постоянно, и проекты довольно сложные. Там, не знаю, надо делать что-то для либо логистики транспортной, либо для складской логистики, либо нужно делать какую-то систему, помогающую там заводам металлоконструкции, круто свою работу делать, сокращать их мысленные потери. И там уже, понимаешь, там не обойтись без понимания, с чем там люди работают. Мы все понимаем, что это такое, что нужно людям. Они хотят, чтобы у них была готовая утка к вечеру, им надо объяснить, как это сделать, что где купить. А если тебе надо подсчитать палеты, например, а ты в этом бизнесе ничего не шаришь, ты идёшь с людьми разговаривать, и оказывается, если тебе повезёт, и ты хорошо проводишь исследования, что у них аж там три или четыре способа, как они это делают. Разных. И если ты это не учтёшь, то ты просто напишешь. Пользователь хочет считать палеты. Вот история. Это что за история? А представь, тебе её дадут как исполнителю реализовывать. Ты смотришь на неё, хочешь считать палеты. Как ты её наполнишь каким-то смыслом, и что ты сделаешь в итоге? Непонятно, что делать. Получается, там слишком много заархивированных. Просто содержание истории для человека. Много чего подразумевает, короче. Вот да, я хотел сказать, что круто было бы, если бы было заархивировано, но он заархивировал это в себе. Это в лучшем случае, если он знал. Вот мы буквально вчера сидели, знаешь, мне позвали как методиста посмотреть, как записаны истории. И там цель, ну ценность, я бы так сказал, история записана на максимально высоком уровне. Ну что-то типа, что нам надо записать данные про заводы. Какие данные? Для чего их записать? Вообще не рождает никакого образа. Ладно, здесь никакой, получается, архивации нет в этом примере, да? Это просто потерянные данные какие-то. А ты знаешь, как человек думает при этом, который написал её? Он гораздо лучше про себя думает в этом смысле. Он говорит, да. Я даже переписал историю рядом и пишу, ну смотри, мы же написали сейчас больше подробностей, она не стала супербольшой, длинной, я имею в виду. Там появились важные слова. Я говорю, смотри, произошло же увеличение содержания? Она говорит, нет. Я это и подразумевала, говорит она. Интересно. Я её понимаю, с одной стороны говорю, ну смотри, у нас есть такое правило, принцип, мне кажется, он полезный, что если что-то не записано на доску, ну или в карту истории, этого не существует. Вот всё. Табула раса. То есть человек, который будет читать, он будет для тебя белой табличкой пустой. Ты должен настолько формулировать, получается. Обиджи, я не хочу сказать, что надо талмуды писать. Я далёк от этой мысли. Мощь истории как раз в том, что они позволяют писать мало, но давать много. Ну если их правильно писать. Знаешь за счёт чего? За счёт чего? Как-то так получилось, что истории, они же с нами вообще супер давно, ещё до всяких разработок. Люди любят слушать истории про то, как другие люди что-то делают, какие-то юмористические, неважно. Вообще в нас вшито это. Потому что это, с одной стороны, копия зеркалирования мира, а можно это зеркалирование делать неверно, просто туда напихать ненужных слов и решить, что это история. Но нет, история работает только, когда мы выхватываем важные компоненты. И вот я, кажется, разобрался, какие компоненты именно. Я выделяю четыре, наверное, компонента. Это классическая история, вот которая я как функциональная роль или какой-то персоной, если хотите, делаю то-то или хочу делать то-то, чтобы и ценность. Вот этот классический пример, который давно в Adjale был, она уже суперхороша. Там есть ценность. Вот это большинство людей не делает, не записывает ценность. Ценность даёт сразу суперконтекст, и мы понимаем, зачем это вообще бизнесу. То есть ценность должна быть записана на бизнесу. Я сказал, это если мы для бизнеса делаем, и там потребитель не важен. А если мы для B2C делаем, то чаще всего там ценность потребительская. И если мы это не ухватим, то мы просто будем писать какую-нибудь там ерунду. Типа вот пользователи хотят отчёт о том-то. Почему они его хотят? Для чего? Как они его используют? Этот отчёт не очень понятно. Вот это первая вещь, которая суперважна. Вторая суперская вещь — это там написано «хочу делать то-то». И вот здесь была проблема долгое время. Когда я хочу делать то-то, чаще всего писали там «хочу в софте делать то-то». То есть смотрели на решение. Типа человек сам предполагал, какое решение. Я хочу, чтобы было так. А может быть, на самом деле он не хотел этого делать, потому что он хотел. Да. Ты знаешь, в простых случаях в этом нет проблемы. Реально. Это работает, и люди не замечали. И меня могут не понимать кто-то. В простых ситуациях вообще ты сразу переходишь из ситуации к решению. Пирожное хочет, чтобы его съели. Ты идёшь, и понятно, что с ней делать. Ничего там не надо размышлять. Ты приходишь, видишь ручку дверную, и она уже так сделана в своей форме, что тебе понятно, что с ней делать. В этих ситуациях вообще без проблем. Но я их так образно привёл. И в IT такие же ситуации есть, когда понятно, что здесь надо вот… Но у меня первое озарение было, когда я встретил такие истории, где я не мог записать, а как это вообще реализовывать. Ну типа хочет что? Вообще непонятно. Понятно, что должно в результате получиться, но как он хочет действовать, чтобы этот результат получить? Вообще непонятно. То есть вот этот принцип, он неясен. И я тогда понял, что одно дело — это как что-то делать в софте, как мы это поможем. Мы можем сразу к этому не прийти. А другое — это понять, а что он в жизни-то делает, что он добивается в жизни, что хочет. Я это начал называть в карте реализации истории уровнем формы процесса, из чего процесс состоит. У меня просто чаще истории с проектированием и разработкой для чего-то, что в физическом мире существует. И даже если это только виртуальный мир, там всё равно есть вот эта двоякость. То, что мы делаем в софте, и то, что по факту-то происходит, чем мы там жонглируем. И я стал разделять вот эти уровни. И вот это нетривиальная вещь. То есть возвращаясь к этому шаблону истории, я как такой-то хочу делать то-то. Делать то-то — это важный конструкт, который, если его туда положить, правильную вещь супер нас наводит, и мы зафиксируем историю. Ну вот пример типичный, который я привожу. Я как рекламодатель хочу покупать трафик конкретной тематики для того, чтобы экономно использовать свой бюджет. Не просто палить это на всё, а вот, соответственно, указан контекст вот этим действием и ценностью. То есть это вместе зафиксировало такую, знаешь, мета-историю эпик даже. Его уже можно растаскивать там на другие части. Это я рассказывал про то, чем истории круты, даже вот вообще в своей базовой прошивке. Но как-то так вот устроены люди, что даже суперские изобретения иногда воспринимаются и используются неверно. Я столько посмотрел юзер-стори-маппингов и историй, которые пишут люди, и пишут они их скверно. И вот, ты знаешь, меня это супердрайвило как раз, чтобы как-то помочь в этом, чтобы каждый из них там начал лучше это делать. Ну, во-первых, у меня шкурный интерес в том, что я сам организую работу и организую развитие дизайна стрима у нас. То есть все проектировщики используют наши методы. И я, например, вижу, что новички приходят и на те же абсолютно грабли встают. И я, по сути, их использую для того, чтобы как-то вот обучить, да, найти способы обучить людей писать истории лучше. Ну и, соответственно, чем большее количество их будет писать лучше, тем быстрее мы сделаем правильные вещи. Так вот, я увидел, какие проблемы. Ну, во-первых, просто не соблюдают шаблон. Думаю, наверное, что… Ну, или не понимая… Зачем? Да, зачем? Можно же просто написать любую вещь. И записывают прям, ты знаешь, ересь какую-нибудь. Ну, во-первых, если ценность не записана, всё, можно считать, что истории нет. Записывают что-нибудь типа такого. Пользователь видит оптимизацию, чтобы это не значило. Как таблицу. Это загадка. Да. А зачем он это делает, ценности здесь нет. Или там пользователь хочет проводить замену марки материала. Слишком мало подробностей, с одной стороны. И даже если бы соблюли вот этот шаблон, было бы уже лучше. Ну, вот смотри, давай. Пользователь хочет видеть марку материала, чтобы принимать решение, не выходя из таблицы. Но это тоже неполная, получается, история, например, да? Да. А прикол в том, что мы с тобой сейчас не придумаем ценность. Мы её можем выдумать, но это же ничего не даст, потому что разговоры с представителями заказчика или тех, кто может рассказать про эту историю, чаще всего показывают, что там вообще всё переворачивается с ног на голову, когда ты копнёшь в то, зачем они это делают. И дополнить это постфактум не особо. То есть вот эта архивация, которую ты говоришь, её на самом деле не происходит. В истории что должно быть? Должны быть ситуации или контекст. Кстати, в этом смысле джоб, истории очень хороши. Сейчас отдельно поговорим про них. Ситуация или контекст. И вот в карте реализации истории я тоже его использую как обязательный слой. Дальше идёт способ действия. Такая странная штука, она из методологии пришла. Это то, как человек вообще действует в этой ситуации. Действия могут по-разному быть. Вот у меня классический пример — это с подсчётом палет тоже. Если у нас нужно на складе считать палеты, то в разных ситуациях они считают их по-разному. Например, в ситуации, когда человек один, он просто идёт и, знаешь, чтобы не зажимать в кулачке вот это число, которое он думает, он, например, смотри, что я сделаю. Я сейчас схожу до конечного решения, чтобы всем было быстрее, понятнее, о чём я. Все видели, наверное, людей, которые считают проходящих по трапу самолётом. Это часто стюардесса делают или стюард. Он стоит, если вы приметите, он стоит сбоку такой, и у него в руке есть счётчик, кликер, которым он считает количество прошедших через него людей. Вот это кнопочное мышление я сейчас применил. Типа сразу подумал, вот всё, сейчас я своему кладовщику дам такой кликер, он там накликает. Или там в приложении сделает такую штуку. Но это один только способ подсчёта, когда человек, знаешь, сам вот идёт, раз, два, три, четыре, пять, и мы ему могли бы помочь не потерять это число. Есть другие ситуации, когда, например, приезжает фура, её разгрузили, огромное количество палет, надо быстрее всё успеть, потому что следующее придёт. В общем, надо как-то успевать. А они разбиваются командой, начинают подсчёт и считают порциями. И с этими порциями как-то надо их как-то скалькулировать, каждому не посчитать свою и сложить, не ошибиться, не переложить, чтобы один не стал считать другое и так далее. То есть это вот несколько уже другая ситуация. И надо бы их разделить. То есть есть что-то описывающее ситуацию, отделяющее одно от другой, есть в каждой из них способ действия, я вот называю, да? Подсчёт по одному или подсчёт порциями со сложением. Это вот на уровне способа действия. И я, заметь, я ещё не придумал ни один инструмент, как это делать. То есть я как бы сходил до инструмента в своём кнопочном мышлении, потом вернулся и выявил что-то типа принципа. А что же там происходит-то в действительности? И вот это я записал в этот способ действия. И тогда у нас происходит архивация на уровне смыслов каких-то того, что там происходит. Которую потом можно восстановить, по идее. Да. Если знать, как она заархивирована. Да-да-да. Я считаю, что это очень важно как раз, потому что мы абсолютно всегда в ситуации недостаточности ресурсов. И значит, разработка, чаще всего разработка по этим, не знаю, фичам, там, историям пойдёт позже. И если мы это забудем… А я вот, кстати, разговаривал с людьми, кто записывает историю бесценности. Они через полгода ничего не помнят. Они помнили, они говорили, так я то же самое записал. А потом это вымывается, потому что так мы устроены, мы забываем. Это правда. Я описал из составляющих ситуаций способ действия, которые важны. Да, вначале было про «зачем», про носитель действия, теперь дополнил, да. Про ценность я, конечно же, её сохранил и тоже в своей версии этих историй обязательно записываю ценность. Я просто немножко про неё, знаешь, по-другому начал думать, что то, что ты выцепляешь как ценность в истории, вот на уровне бизнеса чаще это вообще абсолютно необходимость. Если ты её правильно схватил и записал, то всем на уровне бизнеса становится понятно, что вот это да, это то, что нам нужно, чтобы в итоге произошло. И пока там записана ерунда всякая, история не фокусирует, она не драйвит. Я вот, кстати, ещё до того, как карту реализации истории сделал, замечал, что один из критериев такой, знаешь, евристика. Ты хорошо записал историю, если у тебя прям внутри рождается образ один или несколько решений. Лучше, чтобы несколько, да. И у тебя прям такой внутренний огонь. Ну, это я про себя, евристика только для меня работает. То есть у тебя прям восторг, что ты сейчас понял, это восторг, понимание. Кристальная ясность, как у Мардашвили. Да, да. Не понимание очень больно, а понимание очень приятно. Вот это интересная штука. И когда ты понял, врубился, заархивировал вот эту штуку, получается, с помощью истории, ты, перечислив все нужные ингредиенты туда, наконец-то врубаешься. И это прикольные ощущения внутри. Это как сделанное дело, знаешь. Дофамин, в общем. Слушай, я вот здесь хочу остановиться и тоже вот задать вопрос. Смотри, знаешь, что я тут вижу? Что вот эта модель, она по сути помогает тебе самому структурировать свое понимание, если оно есть. А оно, скорее всего, есть. Опять же, вот тот пример, девушка, кажется, которая, переписав историю, говорит о том, что я и так это имела в виду. Может быть, это правда. И получается, что где-то в глубине мы можем иметь это понимание, но не осознавать его. Вот так, короче. Я не знаю, как это. Вот то, о чём ты сейчас последнее сказал, когда ты понимаешь уже уровень решения, у тебя видится, начинает впереди проглядываться, то кажется, что не структурировав свою информацию, ты можешь её не осознавать сам по себе. Да. Но вот ты сказал, что как будто бы понимание так есть, и оно у тебя внутри было. Если это так, то это, да, одна ситуация. Но часто, я, допустим, продолжаю писать историю, переформулировать, теребить кого-то, кого можно, кто рядом там, или в худшем случае приходится идти ногами, значит, это всё выяснять. В худшем, потому что я имею в виду, что мы все люди, давайте признаемся, нам лениво. Вот сейчас все, кто исследованиями занимается, они там, наверное, подумали, вот там Шапира, короче, лентяй. Да мы все лентяи. Блин, исследовать это прикольно, но долго, дорого и больно. Ну давайте признаемся, но это реально. Вот особенно самая жопа, я вот не завидую ребятам, которые B2C исследуют, это взять всех и попытаться в прокрустого ложа цельвых аудитории это уложить. Вообще не важно, чем ты это делаешь, Jobs to be done там и так далее, тебе нужно будет модулировать, как в чё они упадут. Всё равно, несмотря на то, что мы пытаемся с Jobs to be done выявить контексты и главную мотивацию людей, не портреты их создать, не портреты, так говорит подход, но потом, как ни крути, для того, чтобы с этим работать, многие создают портреты. И это всё больно, потому что все хотят работать с меньшим количеством моделей, а оно в B2C, например, не получается. Если ты масс-маркетовый продукт делаешь, это прям вообще боль. Вот, это было небольшое лирическое отступление на тему того, что ходить в поле иногда больно. Так вот, сидишь ты, формулируешь это всё, и вдруг ощущаешь, что понимания нет. Ты говорил, что как будто бы ты и так понимаешь. Его и нет, пока ты не поймёшь. Я к тому, что, возможно, знания внутри тебя уже лежат, и поэтому, когда ты пишешь условно истории без всех этажиков этих, ты можешь написать, и тебе кажется, что ты понимаешь, и может быть, даже это так, но ты не можешь этого объяснить, почему, и так далее, но где-то у тебя, знаешь, на таком уровне воздушном, как это назову. Да-да-да, согласен абсолютно. Но вот здесь, смотри, я вообще ригорист. Это как? Что это значит? Ну, ригор — это как строгий, то есть это уже, наверное, все заметили, потому что отцы-основатели говорили, не надо писать строго, пишите любую топик-стартер, а я говорю, нет, надо вот, пожалуйста, шаблон, а ещё и не только формально, а ещё и содержательно его наполнить правильно. В этом смысле я к своим ребятам, кто внутри Бандюсофт работает, к проектировщикам, так же отношусь и говорю, у тебя только сейчас ощущение, что ты понял что-то. Ну, и там через вопросы, через обсуждение истории мы друг друга драйвим для того, чтобы их пойти доузнавать. Вывести это вспоминание. А понимание, кстати, ты же сказал, что как будто бы оно было, понимание — такая стяжка, оно работает как связывание, да, и недаром я вот это всё растащил на разные части, и специально, что ты записал их, по сути, ты работу делаешь после того, как записал по стягиванию для того, чтобы какой-то вот этот общий смысл произошёл. Кстати, главная крутая штука это, что ты не обязан идти с уровней вот этих замыслов, которые тебе диктуют вниз. Оно должно быть так простроено, что каскад реализации идёт вниз к подробностям большим. Но ты можешь начать, пожалуйста, с простых решений, если тебя это драйвит. Но главное, чтобы потом всё завязалось, зашнуровалось в связанную вот эту историю и вариант её реализации. Там вот как раз часть про реализацию, то, что мы говорили про первые четыре уровня, это у тебя называется форма реализации процесса. А есть ещё форма реализации конструкции. Это следующие ещё уровни. Да. А, нет, ещё был уровень с чем там где-то. Давай вот дойдём. Вначале, получается, если вот эти уровни смотреть... Смотри, это мы всё ещё обсуждаем шаблон формулирования истории. То есть по уровням. Да. Смотри, в историях там всего четыре уровня. Получается, уровень самый высокий, в котором ответ на вопрос зачем, ради чего. Я ещё про него говорю. Это либо абсолютно необходимость, либо кто любит философию, там это чистая функция, как в смысле кантовского чистого мышления. То есть чистого, в смысле мы выкинули всю реализацию вообще абсолютно и говорим на уровне смыслов. Ну, насколько это возможно. Потому что, ну, мы не можем абсолютно в космос влететь и всё очистить. Это получается... Почему он наверху? Потому что он смыслообразующий, и всё ему должно быть соподчинено. Дальше потом вот эти идут носитель действия, ситуация и способ действия. Они форму реализации процесса, как ты правильно сказал, формируют. Почему я так это вычурно назвал? Мы с тобой уже рассмотрели, что есть вот кнопочки, а есть способ действия. Мы можем вот так вот считать эти палеты. Это относится к процессу, к тому, как вот его решили делать в этом бизнесе, в этой компании. А могут, кстати, по-другому. И мы часто рекомендуем, ну, и влияем на изменение процесса в том числе. Сами представители бизнеса его меняют. Он же не железобетонный, он себя хорошо показывал или там показывает. И для него, например, делается какая-то цифровизация. Иногда мы вообще меняем процесс сильно, и это уже без всякой цифровизации что-то даёт. Поэтому карта реализации истории, она вообще не только пройти. Это вообще в целом, вот хочешь запроектировать инструменты для деятельности, пожалуйста, вот у тебя уровни. Так вот, мы проговорили про форму реализации процесса. В неё входила вот эта история, разбитая на части. Зачем? Носитель действия, ситуация, способ действия. А дальше под этим как раз идёт то, к чему все привыкли, что так желанно. Это вот форма реализации, я её так называл в кавычках, конструкции. Ой, у меня здесь беда. Я из-за того, что полтора года последние методологии изучаю, систему мыследеятельностного, я начал вообще говорить на языке, который людям непонятен. И я тебе буду очень признателен на всем, если они будут мне говорить там, Андрей, ты опять, короче, на своём каком-то методоложном, непонятном, в общем, говоришь. Я стараюсь переводить это в конкретику, в понятные, в общем, примеры. Но когда я здесь написал форму реализации конструкции, я имел в виду, что вот мы пошли делать веб-сервис или мы, знаешь, делаем навигацию для аэропорта, решая вопрос, как там люди туалетно идут. Это всё конструкции какие-то вот. Но я имел в виду, что вот когда с процессом мы разобрались, и нам теперь надо что-то в жизни, вот вещи какие-то сделать, которыми будет пользоваться. И там ещё парочка есть элементов шаблона. Тут как раз люди могут себя не ограничивать из, знаешь, имеющегося какого-то арсенала решений, доступного либо всему человечеству, либо вот этой проектной, например, группе. Просто выбирать оттуда, знаешь, как из амбара. А вот сделаем так, а вот сделаем так. Ну то есть приблизив себя к пониманию того, что действительно надо сделать, мы уже можем это делать в целом относительно свободном ключе. Да, да, да. Мне чем нравится сам вот этот подход, что мы, выжив вот эти более высокородневостоящие вещи, зафиксировав их, теперь абсолютно свободны в варьировании. Но оказалось, что людям трудно выделять принцип. Это я заметил ещё и на обучении по карте гипотез, которую Саша Биндио проводит. Оказалось, что, например, задачу от гипотезы отделить трудно, и принцип отделить от конкретной реализации в большинстве своём людям трудно. Может быть, навыка нет какого-то такого. И ты меня спрашивал в самом начале, в чём же, собственно, трудность? Не соблюдение шаблона, а ещё одна трудность, вот я сейчас возвращаюсь к тому. Я бы сказал так, я не знаю причин, мне трудно даже сказать её. Буду пытаться выразить, значит, у меня за это отвечает в карте реализации истории такой этаж, который называется «Объекты оперирования». Звучит очень сложно и непонятно. Сложно, да. Ну, давай, допустим, попробуем разобраться. Да, да. И там я имею в виду под объектом вообще всё, во что мы там тычем пальцем пытаемся указать. А во что нам нужно тыкать пальцами? Вот это слово «оперирование» наводит на него. Вот если мы зафиксировали уровень процесса, то там вот в случае со складом, например, у нас там вот эти есть палеты, там на них лежат короба, может быть, ещё какая-то упаковка. То есть мы, знаешь, начинаем взрывать в той предметной области, для которой мы строим, разработчики это делают с помощью такого подхода, как Demand Driven Design. Это предметно-ориентированное проектирование. До этого разработчики, опять же, делали это с помощью объектно-ориентированного проектирования. Про OP я слышал, про Demand Driven уже нет. Вот. Проблема этих двух подходов, что они написаны разработчиками и для разработчиков. То есть вот, скажем, нам с тобой очень трудно будет там разобраться, потому что там очень много намазано предмета, который нам нафиг не нужен. Вот этот классы, интерфейс. Наследование, инкапсуляция. Да, да. Но там очень круто выделяются сущности. Там даже есть такое название. Сущности вот. К объекту ближе понятие сущности, но оно неравнозначно. Что такое сущность? В философии сущность — это то, что существует. Вот если мы рассматриваем какую-то картину мира, картина мира может быть супербольшой, и типа, как вообще всё устроено? Есть Бог, нет Бога, или типа мы живём в мире деятельности. Это супербольшая картина. А маленькая картина — это вот у нас склад, а как там вообще всё работает? Что там есть, чего там нет? Значит, и мы, понимаешь, начинаем тормошить и оттуда доставать вот эти так называемые сущности. И по сути слой объектов оперирования, он как раз перечисляет сущности, которые там на старте истории и на выходе из неё. И вот выделение сущностей, выделение, в смысле, из этого, из мира, то есть определение, а что там есть, что важно, что нет, супер вообще фокусирует, когда мы истории тоже записываем. Это не часть истории, но это уже те подробности, которые помогут выбрать правильно реализацию. И вот здесь тоже большая проблема. Это уже, видишь, такая содержательная логика здесь используется. И это плохо описано, и это больно берётся людьми. Может показаться, что последние минут 45 мы тут сильно душним. Обязательно это так покажется. Но я полностью поддерживаю вообще задумку. Мои личные наблюдения, они схожи в том, что кажется, смысл выделять действительно сложно. Да, сложно. В целом, по жизни, вопрос смысла — это как бы вообще один из экзистенциальных вопросов, но оставим его. Потому что там ответ непонятно какой. Но вот вопрос смысла, связанный с прикладной деятельностью, кажется, типа, нафига? В смысле, зачем здесь о таком думать? Вот у тебя есть проблемы? Давай, решай. Но, опять же, потом мы вспоминаем того же Доффитс Патрика, тот же Джобстопитан. Ну, в общем, вот набор инструментов, если вглядеться в каждый из них, то, блин, там увидишь как раз, например, я вижу, может быть, я уже такой с байосом, да, попытки поиска того самого смысла, да, ответ на вопрос, зачем это пользователю, что он от этого хочет получить, на что он там нанимает этот продукт и так далее, и так далее. Да, смотри, достоинство вот этих ребят, которых ты перечислил, в том, что они смогли найти ту простую форму, которая будет близка сердцам многих. И это важно. То есть они не говорят напрямую про смысл какой-то, да? Да, да. Но они делают правильную вещь, да. В этом смысле я ищу пока в начале своего пути. Как ты вообще путь этот начал? Ты упоминал про систему мыследеятельностную методологию, если правильно записал, я подсмотрел. Да. Слушай, началось это ещё до неё, началось это с того, что я вот практиковал многое. И просто меня стали просить рассказать, как делать юзерстри-маппинг. Я написал несколько статей про это, и я понял, что у меня наработался материал. Я, кстати, не сразу понял, что он вообще сильно отличен от того, что сделал автор. Это вообще отдельная тема, что можно в практике улететь и даже не видеть изменений сильных. Это первый был шаг такой. А потом случилось вот где-то полтора года назад, по-моему, я уже после изучения ТРИС с Антоном Кожемяка обучался СМД. И так получилось, что меня как будто, знаешь, покусали вирусом каким-то. Я реально, потому что, знаешь, я когда в ТРИС пришёл, почему я его упомянул, я оттуда стал вытягивать в область дизайна, UX-дизайна методы. Я про это рассказывал там на конференциях, и я прям применял, и это крутая штука, значит. И тут СМД… Это всё ещё система мысленно-деятельностной методологии, я уточняю. Да, СМД — это сокращение системы мысленно-деятельностной методологии. Знаешь, я читал давно книги про неё, но я не мог пройти сквозь книги, а тут у меня был проводник. Вот Ирина Кочаровская, спасибо ей большое. Я как будто бы начал понимать, что там, какие схемы используются. Там есть очень много рисовок схем действия, то есть так как она мыследеятельностная, она про деятельность, про мышление. И вот есть деятельность, деятельность состоит из действий, а есть схема действия. Простейшая схема действия вообще состоит из трёх составляющих. Это цель, это какая-то ситуация или контекст, и это средство, которое помогает, собственно, в действии. То есть там мысль такая, что это связка, логическая связка. То есть так как действие, не любое действие вообще, знаешь, там можно иногда просто херню какую-нибудь сделать. А вот… На самом деле у херни тоже бывает цель, контекст и средство, мне кажется. Ну, продолжай, так? Просто они могут быть неосознаваемыми. Да, они бывают, но там самый главный вопрос, кто ведёт. Я тебе приведу простой пример. Я писал статью, и я пошёл в другую комнату для того, чтобы взять книжку. Книжка мне нужна была для того, чтобы взять из неё точную цитату, потому что я уже заканчивал статью, мне надо было в библиографию её вписать. Всё, пока целеориентировано, там с ситуацией всё связано, я иду. И вдруг на мой взор падает гитара. И вот я сижу, уже захваченный этим действием, и что-то там пою, короче, на диване. Представил, да? Ну, все скажут, чувак, короче, неосознанно отвлёкся. Прокрастинирует, да, вот это всё. Да. В этом смысле, что это за действие? Но что, целеориентировано? Может быть. Но кто управлял этим действием? Моё бессознательное сказало, так, всё, отдыхай, пошёл. Мне очень понятно. Когда мы говорим про действие, вот в систему мыследеятельности на подходе, там оно, получается, вот исходя из этих трёх аспектов, целеориентировано, оно всегда отнесено к какой-то ситуации. Причём, кстати, ситуация там рассматривается очень хитро. Это не только вот этот контекст пресловутый, который там в Jobs to be Done есть. Это прям, знаешь, вот твои особенности восприятия ситуации, они вообще отличны от всех. Ты какие-то будешь индивидуальные акценты оттуда брать. Но есть ещё какая-то большая ситуация, которую на тебя давит. Там, например, мы все находимся в большой ситуации СВО, и она на нас очень там определённо влияет. И так далее. Всегда есть какие-то большие ситуации, есть малые, и они могут не биться друг с другом. Это ещё надо разбирать, из чего она состоит. И третье, получается, любое действие должно быть обеспечено адекватными средствами, инструментарием каким-то. Я почему про эту связку привёл? И я её посмотрел, и я просто увидел так историю. Это всё там есть. Я даже, знаешь, такую сделал схемку, где в USM разметил, за что каждая часть отвечает, и кайфанул от этого. Думал, блин, понятно, почему это всё работает. И я уверился, что надо это заполнять. Я там не сумасшедший, короче. Хотя таким кажусь. Например, вот такое это мне дало. Там ещё есть очень много схем разных, которые мне тоже привели. Вот недавно я там написал про второе понятие системы. Но это прям вообще мозгодробильная штука. Я сам её, по-моему, год вынашивал, примерял, типа, что это такое. И, по сути, потихоньку в написании текста её пощупал для себя. Я вообще не знаком. Я слышал фамилию Щедровицкого. Насколько понимаю, это он один из его главных. Да, Георгий Петрович Щедровицкий, начальник этой школы. Ну, как начальник, в смысле, положил начало. Там много кто участвовал. Там уже, сколько, семь поколений, по-моему, людей. Ого. Интересно, то есть задумка о том, чтобы какую-то структуру мышлению задавать, если я уловил идею или нет. Да, она очень сложна, с одной стороны, к изучению, но вот у нас есть системное мышление как такой топик, такой, знаешь, базворд такой. Есть, да, да, да. Много разных есть мышления, и вот с мышлением в целом вообще проблема, типа, что это такое. Люди с разных сторон пытались подойти к этому, изучали. Соответственно, Щедровицкий это изучал всю свою жизнь, он много про это написал. И то, что системный мыследеятельностный подход предлагает, а он не всем, наверное, подойдёт. Довольно такая отрезвляющая вещь, что надо принять это. Я хотел сказать сейчас, что это одна лишь из школ. А школ много было разных. Есть прям, знаешь, такой системный ландшафт, его называют те, кто изучают. В Англии был Чепман, который мягкие системы придумал. В Америке там есть системная инженерия, и вот Левенчук, то, что Анатолий пишет, по большей степени основано на системной инженерии. Вот есть ребята, которые написали книги, там вот красненькая есть книжка типа «Системное мышление». Там вообще у них никакой системы нет, они просто, знаешь, вот как в дизайн-финкинг собрали разные подходы и сказали, вот есть дизайн-финкинг, типа дизайн-мышление, а это поразбирать, это просто куча прихваток. Но это фреймворк, может быть, это не система мышления. И вот есть ребята, кто перечислил там, что вот системы, мерджентные свойства, и максимум, что они ввели, это кожал-луп диаграммы. Про чьи причинно-следственные? Ну почти. Там, знаешь, там берутся метрики, и эти метрики закольцовываются, как увеличение одной влияет на увеличение или падение другой. Там есть такие паттерны, как снежный ком или там регулятор. Это, знаешь, такие частные случаи. Ну прикольно, что они сделали этот подход. Но если прочесть эту книгу, ты, короче, не начнёшь системно мыслить. Ты вот научишься вот этому приёму. И всё. А что такое системно мыслить? А что такое системно мыслить? Это вопрос. Да. Давай. Ну смотри, у меня есть только ответ в рамках СМД-подхода, потому что он у всех свой. Там ответ такой. Во-первых, думать о том, что в мире есть система, это, значит, думать в предыдущей парадигме Беккеновской, которая такая натурфилософская, и говорила, что вот есть природа, и мы сейчас её будем познавать. И типа вот по земле бегают там кролик, это вот система. Человек — это система. Это вот очень натуралистический взгляд с точки зрения СМД-методологии. Нет никаких систем вообще. Что такое система? Она появляется, я каждый раз оговорюсь, это СМД-подход так смотрит на это. То есть это не то, что мнение, это вот та школа так на это смотрит. Система появляется только в мышлении. И поэтому, когда мы записываем что-то и соединяем связями разными, вот тогда возникает, например, первый вариант системы, когда у нас есть такие отношения, как часть и целые, какие-то связи между этими частями в этом целом. Это вот самое базовое определение системы. Оно больше похоже на структуру. Знаешь, структура вроде, мне кажется, большинству людей понятно. В структуре используются такие категории, как, опять душнина сейчас пойдёт, это связь. Типа одна часть с другой связана. Эти связи могут быть разные. Типа знаешь, там одна зависит от неё. Ну как определение отношений, да-да-да. Да-да. Отдельная тема ещё, чем отличаются отношения от связи, не будем туда ходить. И эти все части, они ещё в целое это вкладываются, знаешь, как вот живот раскрыли, вытащили оттуда. Мы вытащили части какие-то, потом начали их восстанавливать, соединяя друг с другом, и опять в рамку этого запихнули, и оно продолжает работать. Вот это вот важно. Не только разобрали, а надо обратно собрать, синтезировать. Тогда только есть хотя бы шанс, что это, ну, мы пересобрали систему, но это всегда в мышлении только происходит. Это очень непривычная точка зрения, и вначале может тошнить. Так подожди, ну мы же физическое действие тоже можем параллельно совершать, нет? Опять, если с примером физическим, ну вот мы разбираем колонку или сгоревший сетевой фильтр, мы такие, оп, восстанавливаем эту систему. А, ну мы всё равно, типа мы восстанавливаем работу системы у себя в голове. Ну то есть, да, я вижу, словно это по запчастям, но система физически существует, давай так. Существует организованность какая-то. Вот ты сейчас выбрал ещё довольно понятный нам инженерный пример, потому что это люди сделали. А возьми дерево, там прям вообще начнутся спецэффекты. Ты знаешь того, кто замыслил, чтобы яблоня плодоносила? Лично незнакомая. Ну там да, сейчас скажет эволюция, там так далее. Ну а смотри, короче, эта штука работает на воспроизводство. Оно идеально работает на воспроизводство. И мы можем назвать, у нас есть система, состоящая из дерева, его там цветов и шмелей. И вот эта система, значит, как-то там работает, нет? Ну смотри, да, ты можешь начать это делать. Главное отдавать себе отчёт, что ты все построения, которые сделал, ты их сделал в голове. По сути, все наши предметы, знания, которые нам даны, какие предметы, я имею в виду, там, арифметика, отличаются от геометрии, там, отличаются от алгебры и так далее. Или там вот есть биохимия, она вдруг появилась после, как лежащая на границе между химией и биологией. А сколько там ещё вещей, непознанных, и новых предметов, которые откроются. Предмет — это, когда люди уже подумали про что-то и зафиксировали это, и все теперь думают, что вот так это всё и устроено. Всё, это отвердевшее знание, но любое знание, оно временно. Это нам кажется, что оно отвердевшее. И я вот долгое время пребывал в таком ощущении тоже, что вокруг нас всё уже познано, многое познано, надо только протянуться до книг. И чем больше я книг читаю, и в своей области, и в другой я понимаю, особенно в своей, что это просто какой-то ещё один небольшой шажок. И впереди ещё потрясающий длинный пункт. Да. А если вернуться к тому, что мы говорили про системы, то получается, что как бы мы про них не думали, это мы вот так состряпали про них думать так. А как они там на самом деле устроены? До этого не дойти вообще. Особенно яблоня. Вот что заставляет жизнь продолжать себя? Вот кто ответит? 42. Да. Я предлагаю на этой ноте, на этом открытом вопросе прекрасном. Завершить наш подкаст. Андрей, спасибо тебе большое за такую классную, интересную беседу. Спасибо, Юра. До встречи. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Это был 325-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Андрея Шапира и меня, ведущего подкаста, Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok